Всем привет-привет! Всем отличной среды! Хорошего вам всем настроения! Мой бодренький голос, надеюсь, разбудит вас, если вы смотрите утром, а если вечером, то убаюкивать будет! Хорошего настроения вам всем желаю! Сегодня мы посмотрим с вами расклад на тему. Настал ваш час? Я так решила, да? Какой час-то настал и для чего он настал, вот это вот мы с вами сегодня будем смотреть. Позиции выбирайте, видите вы их перед собой. Радостно я почему? Расскажу причину. Я уже очень близка к тому, чтобы записать очередной урок по курсу «Мифология 2». Это у нас, значит, будет повествование второго аркана. Аркан Великой Жрицы и соответствие ему, это в мифологии, это богиня Артемида. Вот я уже вот прям близка на днях сяду, уже всю информацию собрала, сяду, запишу. И те, кто ждет, ждите анонса, обязательно в разделе «Сообщество» напишу, напишу и цену, сколько будет стоить. И кто будет готов приобрести продолжение, вот с огромным удовольствием презентую вам, потому что уже пошел, по-моему, год последнего моего урока. Но не получается быстро собрать, потому что там не только информацию надо собрать, надо ее еще и перевести и плюс ко всему объяснить, соединить. Ну, в общем, работы много. Вот, а я как-то в последнее время была занята, в последний год, так скажем, да, была занята чем-то другим. Вот, но надеюсь, что этот год будет творческий для меня. И многие из своих задумок, а у меня их две, вот, я все же реализую. Прям большие проекты такие, не знаю, как это будет, но... От всей души желаю себе, чтобы они реализовались. Вот, ну, давайте посмотрим теперь, какой час настал для вас. Итак, позиция номер один – голубенький камешек. Видно-видно, видно, видно, видно. Какой? Какой? Какой час настал для вас? Единички. Час королевой пендаклей. Час, секунду, ну, это еще один, да. Я просто думала, в каком контексте у нас будет королева пендаклей, контекст профессиональной сферы деятельности, да, то есть настал час труда, настал час получать какие-то результаты своего труда, приумножать, возможно, свои богатства. Здесь время, время именно работы, да, когда работа кипит, причем это работа, от которой вы получаете удовольствие, это то, во что вы вкладываете свои ресурсы, и они вам возвращаются, да. Не знаю, сторицы, не сторицы, но в любом случае возврат есть. Настал час проявить себя. Знаете, вот то внутреннее богатство, то внутреннее состояние, чем вы наполнены, пришло время это показать миру, заявить. Вот, здесь присутствует уверенность, здесь наконец-таки человек признал свое мастерство, наконец-таки он признал свою значимость, ценность для себя, наконец-таки он понял, в чем его фишка, в чем его уникальность. Наконец-таки здесь человек, могу сказать, принял себя и полюбил, начал заботиться, и это выражается. То есть здесь настал время, настал час, либо вкладывать в себя, да, в свое развитие, возможно, в то, чтобы, как это, взрасти, люди, как, боже мой, как их называют, которые работают землей, агрономы, да, как агрономы. То есть здесь нужно вспыхать, пришло время, да, вспыхать себя, посадить семена, чтобы они дали плоды. То есть здесь ухаживание за собой, в прямом смысле может быть, да, в том числе и за своим телом. И также более такое уверенное проявление себя в социуме, но в контексте профессиональной деятельности. Еще какой час настал, ну и королева мечей, да, то есть применять уже на практике свои умения, свои знания, час перемен, сказала перемен, вытащила колесо фортуны. Изменения в лучшую сторону. Могу сказать, что вот как будто бы настала какая-то белая полоса. Да, чтобы что-то здесь стабилизировалось наконец-таки, успокоилось, устаканилось, и велика вероятность, что это в материальном плане, да, то есть если были какие-то проблемы с финансами, они как-то стабилизировались, да, то есть если были убытки, остановились. А если была прибыль, то здесь человек как-то заикарился, но с хорошей точки зрения, да, не то, что вот он остановился, допустим, в своем развитии, а он как будто бы, знаете, заявил о своих границах, о своих владениях. То есть вот он, знаете, как животное, когда ест мясо либо кости, вот все, что принадлежит ей, да, как собственничество, вот все время кладет лапу, да, то есть как показатель, что это мое, да, то есть я как-то заикарил, да, поставил в печать, это мое, никто не тронет. Вот здесь что-то такое идет. Но энергия от этой позиции, она позитивная. С одной стороны, здесь такой хороший рабочий настрой, да, это не усталость, здесь уже энергия сменилась. Вот в последнее время я делала расклады, там такая усталость, ничего не могу, а здесь наоборот, здесь какой-то бодрячок, здесь желание работать, желание, прям, знаете, вот удовольствие, да, даже если это какая-то рутинная работа, то есть здесь человек готов вкладывать, вот прям вкладывать, вкладывать в себя, вкладывать в свое дело, вкладывать в то, в свое хобби, возможно, то, что ему нравится и то, что он любит. Итак, какой час мы посмотрели? Для чего наступил этот час? Паш Кубков. Час наступил для того, чтобы кристаллизовывать, да, свои какие-то эмоциональные состояния, то есть чтобы это дало плоды, что я имею в виду, то есть вот то, что вы любите, то, от чего вы получаете удовольствие, чтобы это уже плодоносило. Но по Пашу Кубков есть такая вещь, это Аркан называется, помощник, да, это люди, которые вот прям идеальные, как идеальные служащие, да, исполнители, не служащие, а исполнительные, которые исполняют вот буквально всю работу так, как нужно, но проблема у них заключается в том, что у них нет своих идей, да, то есть они не проявляют инициативу, они очень хорошие исполнители, и исполнители. И поэтому, отвечая на вопрос, для чего наступило время, наступило время именно работать, делать то, что запланировано, без каких-либо там инициатив, без каких-либо отходов в ту или иную сторону, да, то есть без чего-то такого непредсказуемого, вот именно по плану, да, вот все, что вам, не знаю, все, что вам говорят, например, либо то, что вам советуют, рекомендуют, вот как будто бы пришло время, возможно, прислушаться к мнению других людей, да, потому что, в принципе, вы у меня самостоятельные, и все сами знаете, а здесь, возможно, такой период, причем здесь даже советы, рекомендации, не то, чтобы вот все люди вам что-то говорят, а здесь, скорее всего, может быть, какой-то конкретный один человек подсказывает вам что-то, то есть здесь нужно обратить внимание, либо обратить внимание на какой-то готовый шаблон, то есть посмотрите, что у вас хорошо получается, да, то есть вот в чем вы имеете какое-то преимущество перед другими людьми в контексте профессиональной сферы, либо ресурсов, да, каких-то, продолжайте именно делать это, то есть делайте акцент на то, что у вас хорошо получается, без каких-либо изменений, то есть здесь время не для перемен, перемены мы здесь сказали, но это перемены не в контексте того, что уже как-то вот, ну, сложилось, да, а в контексте энергии, которые были до этого. Для чего еще пришло время? Император, да, вот то, что я сказала, я сначала обозначиваю свои границы для состояния такого, знаете, уверенного, для того, чтобы все это как-то структурировать и хочется сказать, как-то узаконивать, то есть если до какого-то определенного времени, например, у вас не было ИП, да, то вот пришло время это вот как-то узаконить, если вы работаете на себя, либо работать вот как-то в рамках, то есть если до определенного момента вы были, ну, вот как творческая такая энергия, да, сегодня хочу, работаю, завтра не хочу, не работаю, то сейчас вот нужна какая-то дисциплина, нужна какая-то конкретная, не знаю, конкретная программа, либо конкретная какая-то структура, то есть здесь нужен шаблон, но шаблон это не для того, чтобы он вас ограничивал, а для того, чтобы он как-то упорядочил вас, да, почему, потому что здесь по Жукубке велика вероятность, что вы можете уйти вот в некий такой трудоголизм и выгорите, вот чтобы вот этого не было, да, здесь нужно правильно как будто бы прописать план, да, вот сейчас я работаю, сейчас я отдыхаю и держаться, придерживаться вот этой вот программы, да, чтобы с одной стороны не выгореть, а с другой стороны, чтобы постоянно быть в силе, вот какой-то энергетической, да, чтобы вот не было опустошения. Еще для чего пришел час? Убрать, здесь нужно что-то убрать, не убрать, а очистить. Время пришло для того, чтобы вы очистили, возможно, какие-то свои обиды, либо какие-то мысли, которые копились внутри вас, и они не давали вам покоя. То есть, вот знаете как, человек на что-то обиделся, и он вовремя это не сказал, и упустил время. И время-то ушло, а ситуация, она никуда в голове человека не подевалась. И вот он ее прокручивает, прокручивает, и каждый раз, когда прокручивает, каждый раз начинает эмоционально закипать. Не знаю, например, кто-то что-то сказал, какая-то шутка неуместная, она вас задела, и вы вовремя не высказались. И вроде бы ситуация, ну как-то вот, ну ушла, да, то есть ушел человек, не знаю, пошел домой. И вы сидите и начинаете прокручивать, и в тот момент, когда вы прокручиваете эту ситуацию, вы все время себя накручиваете, 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 и подавляете свои эмоции. И в какой-то момент наступает такая ситуация, когда вы как будто бы взрываетесь. Почему? Потому что накопилось очень много каких-то мыслей подавленных. То есть здесь как будто бы разум утопает в эмоциях. И вот это внутреннее какое-то кипение, которое не выходит наружу. И здесь речь идёт о том, что пришло время очиститься, чтобы лишний раз потом как-то не навредить самому себе. Здесь пришло время очиститься от обид, очиститься от каких-то подавленных эмоций, если нужно их высказать, но высказать контролируемое по императору. То есть не так, что вот я, знаете, как слово за слово и пошло-поехало, и меня не остановить, я начинаю высказывать всё, что накопилось за 10 лет, где, кто, когда, что сделал. И это будет, во-первых, неуместно. Но обычно это, знаете, как свойственно нам, женщинам, вовремя не скажем. А потом, когда вспомнили, начинаем говорить. Бедный мужчина в шоке. Типа сейчас это неуместно. Вот это к чему-то было сказано. Не к чему, просто я сейчас вспомнила, и поэтому я сейчас говорю. Вот здесь, чтобы вот этого не было, да, здесь нужно очиститься, потому что здесь, скорее всего, придёт новая какая-то энергия, ну вот, может быть, творчество, но эта энергия, она не придёт, если здесь место занято либо какими-то подавленными чувствами, либо какими-то обидами. То есть, вот это вот я думаю и внутри себя закипаю, и чем больше я думаю, тем больше я закипаю, вот этому сейчас не место. От этого нужно освободиться. Ещё для чего пришло время? Ну да, для того, чтобы вот решить какие-то кризисные ситуации, которые у вас здесь есть. В том числе это кризисные ситуации, связанные с ресурсами, либо с финансами. То есть, очистить. Здесь, если подытожить, да, и сказать в общем, да, просто я не хочу делать большой расклад, здесь речь идёт о том, что если кто-то считает, что вот у меня есть сейчас трудности, сложности с финансами, то сейчас как раз-таки тот момент, когда финансовый вопрос можно решить. Почему? Потому что ощущение того, что дороги как раз-таки в работе, они открываются, то есть либо появляется работа, либо как-то можно монетизировать своё хобби. То есть здесь работа и деньги, они идут сейчас сообща. И идут достаточно хорошие деньги. Идёт удача в вашу жизнь. Но если вы не очистите пространство своё для этой удачи, то вы не сможете, ну как это, не заметите ту удачу, которая идёт в вашу жизнь. То есть если вас сейчас поедают какие-то эмоции, не знаю, обиды, злости, ну может быть, что-нибудь там в личной жизни, да, как-то не складывается, то вам по сути будет не до работы сейчас, да. И те идеи, которые, возможно, либо шансы, возможности придут в контексте именно профессиональной сферы, вы от них откажетесь. Почему? Потому что вот в приоритете у вас что-то другое, что-то, что накипело. Поэтому самый идеальный час и время сейчас для того, чтобы очиститься от того, что уже назрело, да, здесь оно уже назрело. То есть если это конфликт, то это тоже классно, здорово, да, разрядить атмосферу. Опять же, её можно разрядить через диалог, либо через использование шуток, да, то есть когда люди смеются, идёт обнуление вот этой напряжённой обстановки. То есть однозначно в себе держать не нужно, нужно высвободить, и таким образом, да, разрешить здесь какой-то конфликт. Потому что здесь по пятёрке педаклей идёт вот это вот ощущение, она в краске легла по четвёрку педаклей, ощущение того, что есть некий такой дефицит, да, дефицит в материи, дефицит в каких-то ресурсах, и вы акцент держите именно на какой-то недостаток, а вам нужно сменить ракурс по королеве мечей наоборот, на то, что всего достаточно. Но чтобы вот этого всего достаточно заметить, вам нужно освободить вот эти свои какие-то убеждения, да, негативного порядка. А эти убеждения, они имеют какое-то отношение вот именно к эмоциональной составляющей, да, то есть, возможно, здесь вот ещё пашкулка, да, и пятёрка педаклей. В кубе эти два аркана говорят о том, что, возможно, я что-то делаю, там, не знаю, делаю всю работу основную, либо грязную работу я, а деньги получают другие, да, то есть вот какое-то чувство несправедливости отсюда вытекает. Либо наоборот, я много-много работаю, да, а деньги почему-то не приходят ко мне, а идут куда-то в другую сторону, да, либо, ну, здесь идёт, в общем, перекос. Очень много работы и мало денег. Вот какая-то такая здесь составляющая, и это вызывает эмоциональное состояние неудовлетворения. И проблема даже не в том, что много работаете и мало денег, а проблема именно вот в этом рыцаре кубков, да, вот в этих подавленных ваших эмоциях, потому что они забирают много энергии. Вот вам нужно с этого сместить фокус внимания, вот на это, да, а для этого нужно на башне, нужно разрушить всё, нужно, знаете, как нарыв, вскрыть его, да, очистить, только-только после этого кожа сможет срастись, и поверхность будет чистая для того, чтобы, ну, выглядело презентабельно, то есть для того, чтобы она дала свои плоды. Вот здесь как-то так, вот подумайте, да, что вы здесь в этом рыцаре кубков скрываете. Так, это была первая позиция, но время хорошее идёт, время хорошее. И мы с вами идём к позиции номер два, красненькому камешку двоечки. Какой час сейчас? Какой час настал? Здесь как будто бы час настал определиться. Такое чувство, что вот как-то долгое время что-то здесь ждёте. И каким-то образом зависли на этом, на этом своём ожидании. То есть ждёте того десятка кубков, да, успех, счастье, удача, то есть наполненность какую-то эмоциональную. Но проблема здесь заключается, либо сейчас я уточню, либо в том, что вы очень долгое время ждёте, либо в том, что вы уже на... как-то вот застряли, да, застряли в этом дьяволе, зависли. Да, то есть время сейчас пришло для шута, для обновления, для того, чтобы сбросить вот какую-то привязанность здесь. А вот, а привязанность, она вот аркан умеренности, семёрка педакли, она краски про это говорит, а привязанность здесь к тому, что ничего особо не происходит. То есть надо как-то активничать, да, то есть пришло время для того, чтобы совершать какие-то действия. Потому что здесь какие-то такие очень, не знаю, спокойные, тихие воды наступили. Надо как-то, да, не хватает жизни, надо рожечь, надо как-то эту воду подогреть, чтобы она начала кипеть, чтобы была жизнь, чтобы были какие-то яркие краски. То есть я вроде и хочу этих ярких красок, но ситуация каким-то образом зависла и не развивается. Поэтому какой час настал? Возможно, час примирения, да, то есть примириться, либо с чем-то смириться, либо с чем-то согласиться внутри себя, как минимум, как максимум во внешнем мире, да, с кем-то, либо с чем-то. И как-то отпустить эту ситуацию. Что здесь за ситуация? Здесь какая-то конкретная ситуация. Королеви Жезлов. Здесь как будто бы не хватает активности, либо общения, либо как-то активности, либо проявленности себя во внешнем мире. В общем, как-то, знаете, как движения не хватает какого-то. Холодно. Такое ощущение, что вот холодно стал вот от этого спокойствия. Либо какое-то вот такое спокойствие на душе, но это не живое. Это вот как, не знаю, как умиротворение, да, что-то с холодом веет, да, вот как с покойниками. Вот что-то такое холодное веет, неприятное. Хочется разжечь огонь и согреться. Вы знаете, как это? Ночью в лесу холодно, и комары достали. Вот здесь вот примерно что-то такое. Темно, холодно, и хочется согреться, хочется какой-то активности, хочется больше общения, хочется какого-то движения, прорыва, амбиции, реализации своих желаний, то есть проявить как-то какую-то активность. Не знаю, может быть, сходить куда-то. Но здесь не про отдых. А здесь, ну, как минимум, знаете, как после зимы все эти насекомые выползают на поверхность земли для того, чтобы согреться. Вот здесь вот примерно что-то такое. Знаете, выйти на солнышко, согреть свои косточки. Только здесь не просто сидеть и греться в солнышке, а здесь вот как-то активничать, что ли. Здесь активности не хватает. То есть наступило время для активности. А для какой активности? Ну, воды свои согревать. Воды свои согревать. Для какой активности? Для того, чтобы проявлять как-то свои таланты, возможно, свои умения. Для того, чтобы выйти из состояния одиночества, перестать бояться. Да, да, да. Получить какое-то внимание. Знаете, как минимум надеть шикарное вечернее платье и куда-то выгулить. Не себя, а платье, скорее всего. Ну, чтобы обратили внимание, чтобы вот это внимание, оно как-то подняло вам самооценку. Чтобы вы как-то, не знаю, согрели свою душу. Вот здесь что-то такое, как для поднятия настроения, получения какого-то удовольствия. Такое ощущение, что вот как будто бы из-за зимы вас забыли немножко, либо вас забыли. Вот надо о себе напомнить. Надо что-то сделать, чтобы о себе напомнить. Если мы говорим про активность, то активность в контексте того, что вас наполняет, в контексте того, что вам приносит удовольствие, наслаждение. Ну, такой какой-то час. Для чего он наступил, этот час? Так, здесь нужно, нужно будет сделать выбор, определиться. Что именно здесь, в чем определиться? Хочу ли я продолжать расстраиваться и переживать из-за того, что у меня там, я не знаю, что-то не получилось, и закрываться от других людей, либо я пойду дальше как-то в свое развитие? То есть, о чем вы здесь говорите? Здесь как будто бы из-за внешних каких-то факторов, да, здесь кто-то, ну, по справедливости. Не знаю, либо расстройство переживания, может быть, суды какие-то, может быть, что-то, что связано с государственными какими-то учреждениями. В общем, что-то не случилось, что-то не сложилось, и вы как будто бы здесь расстроились из-за этого. Такое чувство, что вот не смогли отстоять какую-то свою позицию, и поэтому, скорее всего, у вас не было какого-то развития, да, то есть вы поникли немножко. Я не могу сказать, что здесь вот прям человек горюет очень сильно, нет, но это очень сильно как-то повлияло на самооценку и даже непонимание того, а куда мне теперь идти и что мне дальше делать. Но это было как будто бы временное какое-то состояние, и сейчас наступил час для того, чтобы собраться силами и пойти дальше, сказать, что окей, очередная неудача, опять же таки, это субъективно удача-неудача, да, то есть мы не знаем, что нас ожидает в будущем, может быть, это неудача, а обернется в будущем очень большим успехом. Вот, ну, здесь все показывает на то, что время наступило на то, чтобы сделать анализ ситуации, да, все взвесить, определить, понять, что, как, сделать определенные выводы и двигаться дальше. То есть не время горевать, и это как будто бы не имеет никакого значения. Для чего время пришло, да? Время пришло для мага, да, брать образы правления своей жизнью в свои руки, включать голову и двигаться вперед, да, то есть собрать все свои силы и направить их на достижение какой-то своей цели, поставить эту цель, да, и двигаться вперед. То есть здесь время пришло к тому, чтобы включить свою голову и понять, на что я хочу направить свои ресурсы, свою энергию, потому что то, куда вы направляли ранее, вот до этого момента, там что-то не сложилось. Либо это не ваше, либо, не знаю, не время, но, в общем, то, на что вы надеялись, это не случилось. Но это не повод гребания, да, то есть не случилось, не случилось. Значит, либо это не нужно, либо это не время, может быть, позже это сложится, но это не повод для того, чтобы жизнь останавливалась. Вот здесь такое ощущение, что у вас появляются силы, и силы, которые вам даются, их нужно будет к чему-то приложить, да, на что-то направить, свой фокус внимания. И для этого как раз-таки вам и нужно по магу обдумать все хорошенько, да, на что вы хотите тут направить свою энергию и действовать. Знаете, такое ощущение, что, может, сейчас покажется, услышится достаточно банально, да, и примитивно то, что я скажу, но здесь такая фраза, да, жизнь продолжается. Вот это именно про вас. Причем жизнь продолжается не в контексте того, что вот, ой, я ошибся, да, и не должен был, либо еще что-то, а нет, в контексте того, что окей, и у меня в копилке есть еще один опыт. Хороший ли он, плохой, это вот во всем можно найти что-то хорошее, и в хорошем можно найти что-то плохое. То есть, ну, здесь нужно относиться к этой ситуации как еще один опыт. Все, без какой-либо оценки. Оценку, которую нужно сделать по аркану справедливости, она не в контексте хорошо или плохо, да, в контексте дуальности, а именно собрать ту информацию, которой вам не хватает, да, то есть, возможно, то, от чего вы ранее закрывались, да, либо то, что поможет вам в будущем отстаивать свою позицию. Возможно, вам не хватает каких-то качеств, вот их нужно будет наработать. Для этого вам нужно понять, каких качеств мне здесь не хватает, для того, чтобы я достиг того, того, что я хочу, потому что знания, они у вас присутствуют, и дипломатия у вас тоже присутствует, да, как качество. Но, видимо, не хватает чего-то другого для того, чтобы получить свое желаемое. Вот это вот, на этом вам нужно сфокусироваться, да, то есть, что здесь мне не хватает. Но здесь не в контексте знаний. Чего вам тут не хватает? Здесь не хватает, как будто бы расширения границ. Здесь не хватает усилий, прикладывать усилий для того, чтобы что-то преодолеть. Вот что вам в себе нужно преодолеть? Какой-то груз. Либо вы очень много на себя берете разных обязательств, и вы с ними не справляетесь. Либо очень много желаний, либо амбиции, и, ну, они какие-то такие все разноплановые, и их надо либо привести к общему знаменателю, либо выстроить какие-то приоритеты, и по, в порядке приоритетов, да, их достигать. То есть, сделать один шаг за раз. Да, здесь нужно все равно двигаться вперед, видите? Здесь необходимо движение, но здесь нужно использовать по аркану колесницы все свои ресурсы. вот собрать все свои ресурсы, то есть, то, чем вы владеете сейчас на данном этапе. Не то, что вам необходимо изучить. Здесь вообще не про знания. Здесь нужно собрать все свои умения, все свои навыки, то, чем вы уже владеете. Потому что здесь ощущение того, что вы уже очень многим владеете. Вам нужно это все собрать воедино, и как стрела выстрелить именно в ту цель, которую вы себе поставите. Проблема здесь заключается в том, что вы не совсем понимаете, какая у вас цель, на что направить свои ресурсы. И вот это вот нужно преодолеть непонимание. Потому что вы как будто бы не можете все собрать воедино. Что вам поможет? Планирование может помочь, либо тоже сбор какой-то необходимой информации, либо умение правильно задавать вопросы. Здесь есть какие-то вопросы, которые нужно решить. Возможно, нужно будет обратиться кому-то за помощью. Потому что здесь есть еще какая-то зависимость по пажу жезлов от мнения других людей. Потому что, знаете как, что я имею в виду зависимость? Здесь не в контексте критики, а здесь в контексте того, что если ты не подливаешь топливо в огонь, то в какой-то момент он перестанет гореть. И вот вы тот человек, который скорее всего загораетесь, но очень быстро остываете. И вот вам нужно вот это вот топливо, вот эта вот проблема, почему ваша ракета, она не может, вы не можете совершить прорыв, не может взлететь, не потому что у вас нету топлива, а потому что оно не в большом количестве. И поэтому вам нужна помощь, нужен какой-то человек, который будет вас все время подогревать, чтобы вы двигались. Потому что пока есть какое-то окружение, пока есть какие-то люди, которые, не знаю, либо вас сподвигают, либо как-то направляют, вы двигаетесь вперед. Как только нет вот этой поддержки, то есть вам здесь просто поддержка нужна. Вы, не знаю, как напоминание какое-то, что ли, вы останавливаетесь. Вот что-то такое здесь нужно. Не знаю, придумайте для себя, что это может быть, либо кто это может быть, который периодически вас будет, ну, подогревать. Не то, чтобы пинать, а вот именно подогревать ваш интерес, так, чтобы он не перегорал. Так, это у нас с вами была третья позиция. Где у нас тут колесничий? Его мы поставим, не будем ставить семерку пендакля. Нам не надо больше ничего ждать, ожидать. Так, отодвинула туда подальше. Красоту. И мы с вами переходим к позиции номер три. к зелененькому камешку. Корма пересохла. Так, троечки смотрим. Какой час настал? Какой час у вас настал? Так, так видно. Час, час, час шестерки пендакли. Час для того, чтобы вы, не знаю, как-то попросили помощи. Помощи в том, чтобы в чем-то здесь определиться. Либо здесь нужно определиться как-то в своих, в своих иллюзиях, что ли. вот здесь человек как-будто немножечко запутался. То есть, вроде бы, вроде бы, вы все время были на коне, а сейчас какой-то этап такой, либо час, когда вот я славливаю вас в ваших слабостях. но слабость не потому, что вы там, я не знаю, плачете, либо огорчаете, а просто вы человек, который сам прекрасно знает и понимает свой путь, куда ему нужно идти, что нужно сделать. Очень часто вы помогаете другим в определениях, но выражение сапожник без сапог, вот сейчас для вас это именно такой у вас час, когда вы сами нуждаетесь в помощи, либо нуждаетесь в какой-то поддержке. Здесь есть много иллюзий, вы как будто запутались. Вы как будто запутались. Возможно, вот вы как-то себя подстегивали раньше, мотивировали очень жестко, а сейчас, не знаю, то ли с возрастом, то ли усталость, не знаю, не могу понять причину, но речь заключается в том, что сейчас уже ваши методы, они уже не работают. То есть, если раньше вы могли себя как-то заставлять, включать как-то дисциплину, то сейчас уже так не получается. Сейчас как будто нужно как-то больше с любовью. Если, возможно, раньше вам бросали какие-то вызовы, либо вы сами себя брали на слабо, то сейчас вот это насилие, в кавычках, оно уже не работает. Сейчас нужно придумать какой-то другой способ, более мягкий, более корректный, что ли, больше как-то полюбовно, но у вас не получается. Знаете, здесь ощущение какого-то израненного зверя, который сражался за что-то, как тигр, получил очень много увечий, и вот пока он свои раны не залижет, он будет непригодный, но это не говорит о том, что он свою силу утратил, то есть тигр, он всегда остается тигром, он сильный, это его дух, и вот здесь сейчас какой-то такой период, когда вы действительно нуждаетесь в помощи, причем помощь это не то, чтобы вам кто-то подсказал, что нужно сделать, либо как-то, не знаю, что-то сделал. Здесь помощь нужна именно в контексте любви, в контексте внимания, в контексте заботы и поддержки, то есть я бы сказала больше моральная такая, моральная помощь, даже если это помощь психолога, какой-то услуги, то она будет заключаться в том, чтобы как-то прояснить, прояснить в какой местности вы находитесь, то есть что происходит. Здесь человек, знаете, после как в боксе, глаз заплыл и человек не видит своего противника, он сражается как-то, я не знаю, либо по наитию, либо каким-то своим внутренним взором, но визуально глаза не видят. И вот у меня здесь такое ощущение, что вы глаза заплыли, вы не видите, куда вам нужно найти, и вам как будто нужен поводырь, не который будет вас вести, а который будет вашими глазами, он будет вам показывать и прояснять обстановку и говорить там справа дверь аккуратно, а перед тобой три лестницы, вот чуть-чуть левее пройдешь и ты это обойдешь, то есть вот что-то такое, он не должен что-то сделать за вас, он должен вам показать путь, вот здесь какой-то такой, момент, вам помощь нужна, еще какой час, помощь как раз таки в том, чтобы определиться, определиться, здесь у вас наступает какой-то очень важный этап вашей жизни, не знаю, этап инициации, что ли, вот вы пересматриваете свою жизнь и вы понимаете, что вот как будто всю жизнь вы за что-то сражались, вы, у вас было очень много марсианской энергии, а сейчас вы понимаете, что одно дело воевать, а другое дело жить в мире, это разные абсолютно вещи, даже если вы воюете, отстаивая какие-то какую-то свою точку зрения, позиции, это все равно борьба, а любовь это немножко другая энергия и другое состояние, и вы как будто бы вот, не знаю, в своей слепоте, в которой вы находитесь сейчас с заплывшими глазами, от боя, от сражения, вы как будто бы сейчас только начинаете понимать, что на самом деле можно жить по-другому, и вот вы стараетесь как-то нащупать и понять, а как это по-другому, очень напоминает знаете, такую метафору спортсмена, который, я не знаю, с детства привык к дисциплине, привык к физическим нагрузкам, тренировкам, болям, каким-то травмам, а потом, когда он понимает, что он выходит на пенсию, а ему всего лишь 25 лет, к примеру, по сути, жизнь только началась, но он по-другому не знает, потому что он там с 5-6 лет всю свою жизнь, осознанную, так сказать, 20 лет занимается спортом, и он сейчас не знает, как жить по-другому, вот здесь вот примерно такая же метафора, и вы понимаете, что есть какая-то другая жизнь, но вы не знаете, какая, всю жизнь вы находились в каких-то рамках, ограничениях, лишениях себя, аскезы, а сейчас вы не то, что вы не понимаете, а к чему я пришел, а как будто бы такое чувство, что, не знаю, здесь как человек поверил какого-то другого бога, то есть вот то, что я всю свою жизнь был в монастыре, мне это не помогло, и человек принимает, допустим, решение, да, оставить в монастырь и пойти к мирским делам, да, то есть пойти в мир, по сути, ты эту любовь можешь творить и людям, да, не обязательно провести всю свою жизнь в молитвах, да, и в какой-то аскезе, то есть здесь вот какое-то осознание к человеку приходит, либо это какой-то час один такой конкретный, ну, то есть период, я имею в виду, этап сейчас, но однозначно это этап переосмысления, этап переосмысления, здесь какое-то идет сейчас мытарство, да, то есть я ищу что-то, что-то такое позитивное, то, чтобы согревало мою душу, как будто, здесь очень много идей, но вот вы как-то пробуете, пробуете, я не случайно сказала про религию, да, здесь возможно, знаете, человек понимает, что, допустим, я не хочу быть в одном эгрегоре, я хочу попробовать какой-то другой, да, и вот он пробует, он пробует, и не может нащупать, он понимает, что вот что-то мне нужно, мне нужна какая-то вера, мне нужно на что-то опереться, но то, что предлагается, мне это не созвучно, вот здесь что-то такое, то есть человек ищет какую-то идею свою, ради которой он может дальше двигаться, потому что та идея, тот девиз, который у него был по жизни, он не привел его к тем результатам, которые он хотел бы, так, еще какой час настал, ну вот движение, да, здесь от чего вам нужно уйти, не куда нужно идти, а от чего, ну вот от рыцаря мечей, от какой-то марсианской вот этой вот энергии, жесткой, конфликтной, бескомпромиссной, то есть нужно уходить от этой мечовости, от, может быть, от того, как вы передаете информацию, как вы разговариваете, да, какая-то вот манера категоричная, то есть здесь однозначно энергия идет с мягчением, вы стали мягче, вы стали спокойнее, вы стали более каким-то, не знаю, молчаливым человеком, и не то чтобы пассивным, а как-то, не знаю, сдержанным, да, то есть если раньше вы бы вам что-то сказали, как говорится, вы пошли морду добили, да, не знаю, почему у меня мужские такие энергии здесь идут, ну, то есть вы бы отстаивали свою точку зрения, вы бы как-то конфликтовали, то сейчас вы как-то больше уже задумываетесь, да, как включаете, не знаю, логику, включаете разум, вы понимаете, что, ну, не всегда надо всем все доказывать, либо кому-то что-то объяснять, да, если человек и не понял, ну, окей, это его право, пускай он не понимает, захочет понять, придет, спросит, не спрашивает, я не буду лезть, то есть здесь у человека какая-то парадигма жизни меняется, и в таком случае для чего наступил час, то есть какой час мы смотрели, для чего, для чего, час наступил для того, чтобы вы как-то действительно ухватили за какой-то шанс, за какую-то возможность, да, выйти из стабильности, которая у вас тут присутствовала, для чего, ну, вот чтобы вы вышли из этого отшельника, то есть и у нас там повешенный выпадал, а здесь речь идет о том, что уже хватит быть как-то вот в этом состоянии, вы понимаете, вы не то, что отдалились от других людей, либо отстранились, закрылись, там что-то искать, просто вы потеряли как будто свои ориентиры, и чтобы не набить шишек, да, вы самоизолировались, не для себя, а скорее всего, чтобы как-то защитить других людей от себя, и вот здесь энергия того, что у человека идут какие-то очень глубокие перемены в жизни, в понимании жизни, и человек здесь осознал, что так как я раньше жил, да, вот этим вот путем каким-то, с какой-то парадигмой, она не совсем верная, вы как будто бы стали понимать, что ранее вы причиняли больше, ну это опять-таки ваша субъективная точка зрения, да, вы как-то вот причиняли больше, не то чтобы зла, но, ну то есть поступали неправильно, вот как-то, не знаю, не совсем верно, не совсем справедливо, что ли, то есть если, допустим, раньше в каком-то диалоге вы надавливали, старались приубедить человека, сейчас вы понимаете, что окей, у человека есть право думать так, как он хочет, это не значит, что я должна отказаться от своей точки зрения, либо другой человек должен отказаться, а просто есть вероятность принять разнообразие взглядов, то есть здесь какой-то такой подход, здесь парадигма ваша именно в поведении, в мышлении, модель мышления, она изменилась, и вот время пришло выйти из этой самоизоляции, в которой вы, здесь нету анализа, вы не погружались глубоко в себя, не искали какие-то там философские ответы на вопросы, нет, а вы как-то себя, знаете, сдерживали в контексте того, что я лучше закроюсь, потому что если я выйду, я сейчас всем надаю по шапке, вот, и мало не покажется, и вы понимаете, что, ну, это не, то есть насилие не самый правильный выход из положения, поэтому я лучше сам себя изолирую, чтобы не навредить другим людям, вот здесь какая-то такая паразитная, и когда вы изолировались, и вот были вот в этой изоляции, вы как-то не испугались, а как это, успокоились, да, потому что нету вот этих внешних раздражителей, и смогли что-то переосмыслить в своей жизни, и вот сейчас время как раз-таки для того, чтобы вы постепенно начали выходить из этого состояния, да, чтобы вы начали приспосабливаться к новым обстоятельствам жизни, изначально вам будет некомфортно, почему, потому что королева кубков, она, по сути, не имеет своей инициативы, это, скажем так, это зеркало, как оно называется, естественное, такое физическое зеркало, да, как водная гладь, которое отражает все то, что в нее смотрится, и поэтому на первых порах вы будете просто адаптироваться под обстановку, под ситуацию, с которой, либо под людей, с которыми вы будете сталкиваться, вам будет казаться, что я как-то утратила себя, я утратила свой внутренний стержень, но это не так, потому что вы как новый ребенок, знаете, только родившийся, у которого нету опыта, и он не понимает, что есть что, и поэтому он будет как обезьянка повторять действия других людей, для того, чтобы как-то приспособиться, то есть сначала, знаете, как приглядываться, для того, чтобы посмотреть, что на данной этапе человека окружает, то есть с кем он сейчас имеет место быть, делай, а потому что вот эта вот изоляция, внешний мир как будто бы изменился, не знаю, окружение сменилось, обстановка изменилась, как будто бы человек жил, не знаю, за границей и приехал обратно на родину, там через 10 лет смотрит, там все изменилось, ему-то он остался, у него в памяти осталось то, как было, когда он уезжал, а сейчас приехал и все другое, то есть даже здание новое появились, дороги другие, магазины и так далее, и так далее, вроде бы все осталось так, как раньше, то есть знакомо, но и с другой стороны все чужое, и вот мне нужно время на адаптацию, поэтому Королева Кубков здесь говорит о том, что вы на какой-то период станете зеркалом, и здесь очень важно вам не пугаться этого состояния, потому что, опять-таки скажу, будете ловить себя на мысли о том, что неужели я встал такой мягкотелый, мягкохарактерный, уже ничего никому не говорю, да, вот нахожусь в какой-то пассивности, но это временное какое-то состояние, то есть вы находитесь, знаете, как жидкость, которая заполняет сосуд, причем сосуды меняются, и под каждый сосуд вам нужно принимать форму, да, то есть одно дело это кувшин, другое дело это ведро, другое дело это ванна, то есть вода, и остается водой, но сосуд, в котором находится эта вода, да, он другой, и она принимает форму того сосуда, в котором она находится, и вот здесь вот вам по обстоятельствам вы будете меняться, и может показаться то, что, не знаю, что вы как бесхребетные, у вас нет своего мнения, еще расскажу, это временно, и это не потому, что вы как-то вот утратили, потому что здесь может показаться очень странным вот эта вот перемена, да, то есть раньше я был генералом, а сейчас я стал подкаблучником, да, ну то есть это большая разница, и человека это может напугать, но это какое-то временное такое состояние, вы должны его пройти, да, вы должны его пройти, здесь очень важно по Луне не испугаться этого состояния, оно вам нужно, потому что вам нужно, вы же сменили парадигму, вам нужны новые какие-то впечатления, вот эти новые, новая информация, на основе, новый опыт, на основе которого вы создадите для себя новую парадигму, поэтому здесь не нужно бояться, да, и у вас будет перемена, да, то есть шанс на нечто лучшее, позитивное, он будет дан, если вы не испугаетесь, и не пойдете заново шашкой махать, да, так как было ранее, а поступите мудро, уже на основе тех перемен, которые у вас случились, здесь такое чувство, если вы, ну, то есть для всех, это в принципе я объяснила, а если вы, у меня на дне императрица, если вдруг вы практик, да, то здесь могу сказать, сто процентов, вы прошли какую-то инициацию, и вы вышли на новый уровень, на котором, во-первых, расширилось ваше сознание, а во-вторых, вы не совсем понимаете, что происходит, не знаю, может быть, допустим, у человека открылись, открылся какой-то дар, какие-то способности, и вы не знаете, как с ними совладеть, и вроде бы жизнь уже изменилась, но навыка умения пользоваться, либо взаимодействовать какими-то силами, да, либо со своим даром, умением у меня нету, то есть, например, я умею теперь рисовать, очень хорошо, но что с этим делать, я не совсем понимаю, то есть, дайте себе время, здесь какой-то такой переходный этап, и очень важно слушать, да, что одно, что другое, здесь указывает, и королева кубков указывает на то, что если раньше вы опирались на логику, то сейчас вам нужно будет опираться на интуицию, да, то есть, и это будет для вас новым, потому что раньше вы опирались на, рационально подходили к вещам, а сейчас вот вы вдруг изменились, стали подходить иррационально, обращайте внимание на знаки, на символы, на свою интуицию, на какие-то подсказки, на сны и так далее, это какой-то новый опыт, не знаю, что у вас сменилось, даже вот то, что я говорила, да, про веру, может быть, действительно вы, не знаю, вошли как-то в какие-нибудь эзотерические круга, там другие понятия, и у вас новый опыт, и не знаю, как-то начинайте практиковать то, что вам, допустим, раньше было не свойственно, есть какие-то новые умения, чувства, как ребенок, который родился здесь заново, причем в новом каком-то мире, и он не знает, он не понимает, да, что нужно делать, слушайте себя, здесь очень важно по верховной жрице слушать себя, если есть наставник, допустим, если вы практик, и у вас есть наставник женщина, то здесь нужно прислушиваться к мнению наставника, и делать то, что вам говорят, прям буквально, не нужно проявлять какую-то инициативу, и здесь очень важно идти плавно, не торопиться, ну, у вас здесь даже и не получится торопиться, почему? Потому что это раньше вы как огонь куда-то бежали, куда-то неслись, а сейчас абсолютно противоположная энергия у вас всплывает, вода, и причем это было где-то, знаете как, началось, если я не ошибаюсь, где-то год назад, когда я говорила, что у вас впервые стали появляться водные нотки, водные стихии, то есть больше вы стали обращать внимание на эмоции, на состояние, для вас семья стала ценностью, а до этого была, например, работа и социальная реализация, и вот постепенно, постепенно, и вот сейчас, то есть пошел уже год, и вот сейчас вы уже изменились, но вы еще не понимаете себя, вы еще не осознаете, вы как маленький ребенок, который впервые его смотрел в зеркало, и начинает себя ощупывать, да, то есть глядя в отражение, он не понимает, что это он в отражении, он начинает ощупать даже не себя, а зеркало, в понимании, как это там в зеркале есть такой же, как и я, да, то есть, что происходит, здесь очень интересная какая-то энергия идет, напишите, что, особенно если вы практики, здесь вот прям интересно, что вы такого сделали, я делала недавно расклад про бессознательное, вот здесь какая-то такая работа с бессознательным произошла, так, это на этом все, да, третья позиция закончена, хочу поблагодарить, поблагодарить вас всех за внимание, пожелать вам прекрасной среды, в пятницу, да, у нас будет Блиц, я сделаю анонс на Блиц-консультации на тему потока, да, то есть расклад без вопроса, кому будет интересно, жду ближайшие выходные вас на Блиц-консультации, и постараюсь, вот прям, не знаю, завтра-послезавтра записать именно курс, то есть материал уже весь готов, мне нужно просто поставить камеру и записать, вот, не пропустите тоже анонс в Телеграме, я его выложу, да, и выложу в, на Ютубе, да, то есть здесь в разделе сообщества, а я с вами прощаюсь, всего самого наилучшего, всем пока-пока!